Here we are! Телята в стаде появляются только от самого сильного и здорового быка, стадо не скрещивается с коровами из других стад. Мы также должны хранить себя от духовного блуда. Отступники подобны животным из чужих стад и любое наше знакомство с их взглядами подобно блуду. В библейские времена Иегова дал своему народу закон «Не ложись ни с каким животным, чтобы излить семя, это сделает тебя нечистым». И женщина не должна вставать перед животным для совокупления с ним. Это противоестественно. Любой контакт с отступниками – это противоестественное духовное совокупление. У нас вопрос к этому абзацу «Чему учит закон Бога о животных?» Ответит брат Сергей. «Еговый Бог, на примере Моисеевого закона, нас учит избегать всего нечистого. В данном случае овцы-отступники, или, как было уже озвучено ранее, недовольные бараны, хотят заразить наше чистое и непорочное духовное ДНК. Поэтому мы должны относиться к ним как чуждому партнеру, от которого исходит вся мерзость». Все верно, Сергей. И пример совокупления со взглядами отступниками приравнивается физической измене. Сестра Мария, пожалуйста. Верный и благоразумный раб сравнивает такое общение как с чем-то противоестественным и приводит библейский текст о противоестественном желании совокупления людей и животных. Поэтому я, как духовно, нравственно чистой никогда не встану на колени перед козлом-отступником. Спасибо, Мария. Какие прекрасные заверения от нашей пионерки о том, что она и дальше будет духовно предохраняться от нечистоты, исходящей от отступников. Брат Константин, зачитай, пожалуйста, следующий абзац. «Мы имеем восхитительный канал от Яговы. Верный и благоразумный раб, словно бык в стаде белых коров, оплодотворяет нас светом истины. Мы не можем отдавать себя кому-то еще, кто посягает на наше вечное будущее. Давайте делать все, чтобы каждый из вас знал, как владеть своим сосудом в святости и чести, а не в неуемной похоти, какая свойственна народам, не знающим Бога. Не будем похотливо читать, слушать или интересоваться чем-то, что может ввести нас в духовный блуд». Вопрос к девятому абзацу звучит так. Кто может оплодотворить нас духовно? Давайте попросим ответить на этот вопрос Александра. «Мы как духовные, чистые в нравственном, физическом отношении можем себя предоставить для оплодотворения только представителю Бога на земле, это верному и благоразумному рабу. Поэтому я с радостью говорю «Вот я, возьми меня». Какая прекрасная духовная мысль «Вот я, возьми меня», сестра Светлана. Я также хочу присоединиться к этому духовному призыву и призываю всех отдать себя всего в духовное оплодотворение от верного и духовного раба. «Я от себя добавлю, так как раб является чистым и непорочным, мы не боимся оскверниться от его текущего понимания, о чем свидетельствует глубокое погружение и рассуждение о пересекающейся группах в пределах одного поколения. Давайте попросим брата, чтобы он зачитал нам следующий абзац». Кто-то может говорить, что отступники хорошие люди. Один областной надзиратель вспоминает, как-то посещая собрание, я обратил внимание на сестру, которая сидела в дальнем ряду. После встречи я подошел поговорить с ней. Она рассказала, что ее сын и муж лишены общения, хотя они добрые люди и ведут нравственную жизнь. Я помог увидеть сестре, в чем ее проблема. Ей нужно было сосредоточиться на служении Ягове, и тогда он решит ее проблемы. К тому же нельзя думать о подступниках положительно, даже если это члены нашей семьи. Они ушли из истины, а значит предали Ягову. Можем ли мы любить Ягову и одновременно тех, кто ненавидит истину? Конечно нет. Позднее сестра призналась, что ей не хватало любящего совета, и теперь она служит общим пионером. Спасибо. Вопрос. Какой совет дал один старейший на сестре? Сначала брат. Возможно. В тот момент сестра не в полной мере поняла любящую меру, но затем приняла взгляд Бога на отступников и была благословлена специальным служением. У нее появилась возможность на добровольной основе ходить и рассказывать людям, как она счастлива с верным и благоразумным рабом. Хотел бы услышать наших сестер, которые тоже испытывают такое счастье. Пожалуйста. Я имею преимущество, как и та сестра, испытать духовное счастье, быть верной благоразумному рабу. Мой муж не стал ждать Ягову и отрастил бороду раньше назначенного времени, за что сначала был лишен всех привилегий, а затем лишен общения за то, что пытался доказать районному старейшине необоснованность этого запрета. Прекрасная мысль и прекрасное преимущество жить в духовно разделенной семье, испытывать счастье и быть верным. Спасибо тебе за одобряющие мысли. Я думаю не нужды полностью погружаться в разбор учебных статей общества Сторожевой башни, все они проходят примерно в таком русле. А те, кто не знал, теперь будут в курсе, берегите себя.